Жителям дома 1Б на улице Спорта расходы на аренду жилья возместят за счет областного бюджета. Сейчас решается вопрос, какой будет сумма. Напомню, накануне частично обрушилась кирпичная кладка, несущественные здания. Жильцов оперативно эвакуировали, многие расселены в гостиницу. Некоторые уехали к родственникам. Подробности в материале Евгении Зубцовой. Мы сейчас находимся в доме на улице Спорта 1Б. Накануне здесь произошло обрушение внутренней кирпичной кладки. И мы можем видеть последствия этого происшествия. Все действительно очень серьезно. Здесь даже просто находиться нельзя, не то что жить. Поэтому всех людей срочно эвакуировали. К счастью, обошлось без жертв. Большинство жителей, 14 человек, 8 из них дети, разместили в гостинице. Им бесплатно предоставили 5 номеров эконом-класса. Здесь они могут жить до двух месяцев. Семья Екатерины заселилась в 9 часов вечера. И они сразу приступили к поиску квартиры в том же районе. Дети в школу ходят. А как, ну ездить не вариант. Я посчитала вчера 270 рублей в день. Это один из первых смен, а второй из вторых смен. Это мне надо отвезти, потом обратно забрать. Сразу после ЧП в администрации города прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также встреча с жителями. На время расселения им придется арендовать квартиры. Областной бюджет субсидирует эти расходы. Сейчас решается, какой будет сумма. В доме была 21 комната. 16 из них муниципальные. Без жилья никого не оставят. Те жители, которые занимают жилые помещения по договорам социального найма, то есть муниципальные квартиры, им взамен будет предоставлено равнозначное жилье тоже по договору социального найма, то есть муниципальное жилье. А те жители, которые являются собственниками своих жилых помещений, им будет предоставлена выкупная стоимость. Жилье у них будет изъято. Обычно на расселение дома уходит полтора года. Когда все процедуры будут официально завершены, старое здание снесут. Этой двухэтажке 58 лет. Аварийно ее признали еще в 2014-м. А расселение было запланировано на 2022-й. Содержали, как могли, рассказывает в управляющей компании. Жители за обслуживание задолжали 380 тысяч рублей. При том, что средний платеж полторы-две тысячи в месяц. Почему здание не продержалось еще два года, пока не ясно, выяснит комиссия. Но, возможно, причина самовольной прокладки труб. На втором этаже у них, получается, место общего пользования, там где-то стена обрушилась. Там есть переустройства небольшие, есть перепланировки с водоснабжением связанные. Сегодня в доме отключат электроэнергию и водоснабжение. А через две недели и отопление. За это время жители под контролем спасателей должны забрать свои вещи. Сейчас у двухэтажки круглосуточно дежурит полиция, чтобы никто туда самовольно не зашел. Евгения Зубцова, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.